Субтитры делал DimaTorzok Поднимайся в комнате диагностики. Пошел, прием. Мы приветствуем Андрея. Он нас слышит? Нет, его вообще не видно за этой зеркальной. Она отражает все. Понятно. Хорошо. Скэнер. Просканируй эту зеркальную коробку. Отключи ее полностью вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, подключками. Мы вывели полностью из биополя эту коробку. И как она выходит, с силой моего намерения, я отправляю ее в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Мы приветствуем Андрея. Он меня слышит? Да, слышит. Мы спрашиваем разрешение на проверку. Дает ли он свое разрешение? Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Говорит, задыхаться уже начал здесь. Ждал вас. Да, доверит. Откуда эта коробка? Не в курсе? Чем ближе к коре, чем все странные вещи происходят. Ну, конечно. Сегодня мы будем кого-то наказывать за эти действия. Я уже радуюсь этому моменту. Даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Андрея под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все семь тонких тел Андрея. Находит все. Гуманоид выходит к этой коробке. Притягивается. Хорошо. Бес. Какой бес? Восемь. Откуда гуманоид? Оттуда. Это ответ его был? Да. Гуманоид получает удар. 100 тысяч герц. Удар. Следующий удар. Пальцем наверх показывает. Оттуда. Меня это не интересует. Если ты не будешь отвечать на мои вопросы, я в тебе делаю, начиная дырки ударом по полмиллиона герц. И это последнее предупреждение. Последний раз спрашивай, откуда ты паразит? Не беру. Не бери, Анит. Если ты еще раз посмеешь со мной так общаться в моей комнате диагностики, в моих руках появляется шар с живой плазмой, я тебе его в твою пасть засуну. И отправлю тебя на твою чистоту. Тебе это понятно? Нет, мне не нравится эта перспектива. Сколько ты находишься в этом биополе? Что это за зеркальная коробка? Выстраивает гуманоида каналы к другим ответственностям связаны. Один, два, три. И если таково есть, притягивай всех в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Ящер. Вот, теперь мы имеем полностью команду. Приказ у гуманоида от ящера. Приказ у гуманоида от ящера, да. Ящер дал приказ гуманоиду. Гуманоид наемник. Устранить. Устранить, хорошо. Ты был ответственный за перелом его ноги, руки? Гуманоид. Не я, коробка. Стеклянная, зеркальная. И кто ее установил? Я. Вот. Моя ловушка. Значит, ты поломала эту руку. Хорошо. Какой у нас ящер, Вера? Считай цифры над головой. Не видит, куда идет. 342. 342 ящер. Ты сегодня пожалеешь о том, что ты сюда попал. Я тебе гарантирую об этом. Лучше заранее обезвредить, чем потом воевать. Ты даже не узнаешь, чем это закончится для тебя. Просто не узнаешь вообще, чем эта история закончится. Потому что ты в лучшем случае попадешь в межгалактическую полицию. Вопрос, в каком состоянии ты туда попадешь. Потому что я сегодня намерен спросить Андрея. Андрей, я обращаюсь к вам. Вы видите эту ситуацию. Вы хотите вернуть эту боль, которую вы испытали от гуманоида и ящера, им назад? Насилие запрещено. Это кто говорит? Ящер. Это тот, который дал команду, чтобы человеку сломали руку. Он мне говорит, насилие запрещено. Это не насилие. Это откат. Итак, Андрей, ваша воля сейчас необходима. Слушаю вас. Он не понял, что это нужно. Андрей, вы испытали боль от гуманоида и от ящера. Вы хотите вернуть им эту всю боль откатом? Все, что они вам дали до 100%. Боли, разочарование и шок. Вообще это не ко времени все. Хочу, конечно. Отлично. Хорошо. Вот это слова воина. Отлично. Все гуманоид с Нибиру и ящер. Сегодня у вас ожидает великолепная программа. Вы сегодня испытаете на себе последствия ваших действий. Это называется закон кармы в действии. Не хотят сломить его волю страхом, запугать. Да. Посмотрим, кто там в конце будет этот страх испытывать. Не таких видали. Ящер. Не таких. Даю команду тонкой копии Андрея спроизвировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэбрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоэбрационной энергии откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Андрею. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю отдельный канал к этой коробке и реверсом отдаю мне весь негатив, всю чужеродную патогенную энергию, все программы негативной мыслеформы, все пошло мощным потоком назад в эту коробку. Да, будет так, а так и есть. Но ему вот это чувство идет, как мы его нашли, когда коробку сняли. Там он как спертый воздух, он возвращает все это. Трах, неуверенность, шок. Отлично, усилие это все в 50 раз. До последней частички все назад. Так что, Андрей, не беспокойтесь, вы не сами руку сломали, вам помогли ее сломать. И вот эти паразиты стоят сейчас здесь. Напугать они хотят его и сломать. Здесь конкретный ответ идет. Чтобы он не двигался дальше. Я думаю, вы не на того напали. Кроме того, это наш будущий ученик, а мы за них вам всем головы поотрываем. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Андрей забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Андрей себя обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Возвращается ему уверенность, что он на правильном пути. Конечно, на правильном. Вот это ему возвращается из коровки. Не беспокойтесь, Андрей. Мы свое время тоже проходили это все. Так что, как видите, мы до сих пор здесь, а их нет. Пока идет реверс, обращаюсь к Бесу. Бес. Сколько ты находишься в этом биополе? Да, Бес недавно зашел. Бес туда-сюда, туда-сюда. Два-три дня всего. Как я здесь путаю, путаю ножки. Где ты его зашел? В портале, где он живет? Нет, в общественном месте. В общественном месте. Понятно. Хорошо. Сколько находится гуманоид? В больнице он показывает. Два-три дня. Как раз, когда у него рука сломалась, там ты и подцепился. Понятно. Сколько гуманоид с Нибиру находится? Пошла информация. Рук у него был. На этот шок зашел Бес. Шок. Понятно. Не вовремя идет слово. Все не вовремя. Больница, перелом. Так и есть. Но и это исправимо. Итак, сколько находится гуманоид со с этой конструкцией? Около месяца он ее строил. Хорошо. С четырех сторон и сверху закрывал. Ждем окончания реверса. Он окончен. Начинаем с Беса. Бес, выходи, вытаскивай все, что я оставил в его биопуле. Отключайся полностью, возвращайся назад. Приступаем. Ты что тут оставил? Еще ничего оставить-то не успел. У него нитки перемотаны у нас. Собрался. Скопал. Хорошо. Сканер, просканируй. Андрей, на чистоте гуманоида и ящера есть ли что-то в его биопуле, что мы еще не вытащили. Пошел процесс. Отдельно на чипы и датчики сканируй. Есть небольшой чип. И есть такое, как гуманное, что-то вокруг него. Хорошо. Выводи этот чип вместе с этим, что вокруг него там находится. Болезнь, болезнь. Это слово, она окутывает его. Это состояние и вот этот запах. Отлично. Выводи это все до 100%. Готово. И чип уходит в соседнюю клетку, там, где находится коробка. Итак, больше ничего нет? Сканер. Только это чип, да? Нет, больше ничего нет. Включая внутренний белосвет Андрей, этим светом выдавливает из себя все негативное патогено низкоабрационное, находящееся в его биопуле. Один, два, три. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним в шар. Остаточная энергия на частотах интерферентов выходит также и формируется в этот шар. У него шарик. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя, даю команду Скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Знаешь, у него рука красная, Скэнер как воспаление ему снимает, обезболивает. Хорошо, Скэнер. Он чистый. Он чистый. Хорошо, Скэнер, закончи свою работу, убери это воспаление с руки. Он что сделал? Итак, подхожу к Андрею, моей энергией, помогая ему отстегнуть канал на счет 3, 1, 2, 3. О, да. Отлетает канал и отстегивается. Открывая, поднимем воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Сейчас я отпущу беса, бес. Ты понимаешь, если ты еще, Андрей, где-то увидишь и войдешь в него еще раз, то второй раз я с тобой так не буду уже разговаривать дружелюбно. Ты это понимаешь? Понял, понял, обойду. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистый беса. Бес забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, печатаем, растворяем. Хорошо, Андрей, возвращаемся к вашему желанию, чтобы они испытали все эти чувства. Сконцентрируйтесь на этой боли, которую вы испытали, на эти состояния неуверенности. Он говорит, я бы этим гипсом ему по голове как бы. Не надо, мы сейчас сделаем лучше. Выстраиваются два канала от Андрея. Один идет к гуманоиду, один идет к ящеру. И на счет 3 Андрей дает полный откат в течение одной минуты. Всю эту боль, которую он испытал, сейчас он по каналам до 100% отдает ящеру и гуманоиду. Они испытывают все, что он испытывал, одевая на ящера дополнительно эту коробку. И на гуманоиду эту коробку, одевая они оба, попадают в эту коробку зеркалью, и включая ее на полную мощность. В течение одной минуты пошел откат. Да, будет так, а так и есть. До 100%, и не процентом больше. Сколько дали, столько и получите. Опиши, Вера. Сколько пострадал, столько получил. Значит, они получают полностью человеческое чувство, и боль, шок, и корежат от этого. Им не знакомы эти чувства абсолютно. Все, давайте, Андрей, выдавливайте себя. Помогай ему моей энергией. Если ему сил не хватает, даю ему еще 100% энергии. Рука не ломается ни у кого, потому что они тоже в тонких телах, и гуманоид, он опустошается. Хорошо. Готово. Хорошо, подхожу к Андрею. Отрубаете канал на счет 3-1-2-3-удар. Отлетает канал, открывая воронку в галактическое ядро. Канал выходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатаю, растворяю. Хорошо, гуманоид. Ты доволен? Получил впечатление, за которыми ты пришел? Пальчиком еще будешь наверх показывать? Нехоросые впечатления. Вот видишь, представь себе, как этой душе было. А как бы ты понял? Обращаясь к ящеру, ящер, ты изменил свою точку зрения насчет выключить душу. Вы опасные. Вы не просто опасные. Я тебе покажу, чем опасные. Появляется в моих руках шар живой плазмы. 1, 2, 3. Вот это, посмотри, ящер и гуманоид. Вот это опасно по-настоящему. Если вы еще раз приблизитесь к этой душе... Поэтому мы хотим преградить путь, пока он не получил это оружие. Он получит его. Если он попал к нам, значит, его путь уже написан. А реша, убирая шар живой плазмы, входит в меня. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствуйте, Али. Старая история. Гуманоид с Нибиру наемник. Ящер 342-й дал задание. Сделать так, чтобы человек не дошел до нас, до нашей школы, наш будущий ученик. Вытащили коробку зеркальную, вернули все, что в ней было, чип, и эта коробка находится в клетке. Они получили откат от Андрея. Он вернул все назад, всю свою боль, которую получил от них. Они ему поломали руку на земле. В физическом биороботе. Мы заберем гуманоида. Ящер заберет военные. Благодарю тебя. Ну что ящер. То есть шансы становятся все хуже и хуже. Там будет общение с цивилизацией. Хорошо. Значит, дошли до этого уровня, когда это необходимо. Забрали боя. Обоих забрали. Отлично. В клетке осталась коробка, да? Да. И это чип. И под ними, открывая воронку в галактическое ядро, все это уходит, весь этот мусор на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Хорошо. Давай заправим Андрея энергией. Посмотри, сколько ему нужно энергии. Какая частота вибрации? 350, а 25. На счет 3 макушку головы Андрея начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. И потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ему цвета, начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибраций поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Как вы себя чувствуете, Андрей, сейчас? Силы внутри чувствуют. Что-то совсем расклеился. Да это они помогли вам расклеиться. Ничего, сейчас им не до этого будет. Так что справедливости, что она восторжествовала, можете не сомневаться. Будем отправлять вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии сейчас перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Андрея в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Надо активировать Меркабу. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса биополя Андрея активируем Меркабу в его биополе. Один, два, три. Подключаем ее. Работает в автоматическом режиме. И покрываем сверху живой плазмой, крошкой. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok